Музыка На предприятиях группы компании Агропромкомплектация работает немало выпускников Курской государственной сельскохозяйственной академии имени Ильи Ивановича Иванова. Один из них – однофамилец знаменитого русского биолога Евгений Иванов, главный инженер филиала северной растеневодческого предприятия АПК «Чернозимье». Вырос здесь, в Курской области, город Железногорск, в городе, рос, можно сказать, в городе и в деревне. Образование получил в среднем школе, потом начал учиться в институте КГСК в Курске. И потом после практики пришел в колхоз там возле дома, как бы, ну, попробовать себя, что я смогу, что не смогу. А мне сказали работать механиком, ну, захотелось побыть с самых низов. Сел на трактор, поработал на тракторе, как бы, чтобы с людьми немножко узнал все это. А потом уже вот в большая компания перспективная позвали сюда работать, как бы вот с радостью согласился. Ну, удивило, вы знаете, объемы, масштабы, очень много людей. Как бы, до этого особо такого не видел изнутри, как работают люди, какие задачи выполняют. Сам-то маленького опыта работы не было, как бы, вот, немножко было страшно, а потом глаза горят, хочется работать. И все-таки потом все получилось. Вот так прошел мой первый день, я помню, 9 декабря 2014 года. Главный инженер Евгений Иванов – один из тех счастливых людей, кто комфортно и увлеченно чувствует себя в своем деле, в своей стихии. Работа для него – это не просто ежедневная рутина, а возможность развиваться профессионально, постоянно изучать и применять на практике что-то новое. Помогать растениевоческому предприятию с каждым годом наращивать объемы производства. В филиале «Северный» Евгений выполняет широкий спектр задач. Самое главное, чтобы была готовность техники, чтобы вовремя приобретали запчасти, бумажные вопросы решаются, договора заключаются, платятся деньги поставщикам, как бы, вот, сотрудничество с людьми, с людьми тоже общение с нашими, вот, которые в штате у меня, вот, механизаторы, слесаря и так далее. Ну, также есть помощники, конечно, инженеры и бригадир, которые, вот, после утренней планерки дают им поручения, наряды, они все это выполняют, а потом, как бы, вечером собираемся уже, и что получилось, что не получилось, так же, как говорится, сводим. Тут больше, чем работа, вот, так, на сельском хозяйстве, тут люди, как бы, для них это второй дом, они могут в 6 утра быть уже на работе, а в 10 вечера, например, находиться еще на работе, как бы, вот, и, поэтому, тут немножко все-таки по-другому. Специфика общения и работы, люди с друг другом как-то ближе находятся, коллеги, товарищи, становятся товарищами, возможно, друзьями, как бы, вот, очень это нравится, так работать. Уроки компании, где бы то ни было, как бы, очень много моментов всяких, что происходит, как-то все нескладно, приходится находить какие-то варианты. Я думаю, то, что работать, чтобы был энтузиазм, настроен на работу, и тогда все будет получаться. Техника не стоит на месте, сравнивать, как и говорил мой отец, лет 20-30 назад, потому что техника была вся одинаковая, сейчас очень много фирм, поставщиков, брендов, марок и всего вот этого. Вот, хочется, как бы, идти с ними в ногу, знать всякие тонкости, нюансы, потому что, если не вникать в это, она новая, конечно, новая, но много все по-разному, хотелось бы вот этого достичь, чтобы знать, ну, по крайней мере, больше, чем нужно, я считаю, чтобы чувствовать себя как-то комфортно в своей тарелке на этой работе. Евгений Иванов благодарен агропромкомплектации за кредит доверия, полученный в то время, когда был выпускником вуза, за бесценные практические знания, приобретенные в ЭПК Черноземье и за возможность доказать в первую очередь себе, что он может достичь многого. Казалось бы, как с такой вовлеченностью в работу успевать строить жизнь, но Евгений успевает все. Маленький ребенок, семья, молодая, как бы, стараюсь больше времени уделять дом, а так, когда появляется возможность, как бы, группа компаний нам дает бесплатное посещение в бассейн, играем в спортзале в футбол, волейбол, занимаемся спортом, как бы, ну, это, в основном, зимний период. Так, когда появляется минута, с ребятами обязательно ездим, занимаемся этими вопросами, как бы, тоже поддерживаем свое здоровье, так скажем. Хотя и здесь, как бы, на свежем воздухе, целыми днями работаем, это тоже очень хорошо, ну, совмещаем по мере возможности. Молодым специалистам в сельском хозяйстве Евгений Иванов желает не бояться и идти вперед к своей профессиональной мечте. Преодолевать трудности, которые были, всегда и будут, не переживать за это, смотреть далеко вперед, я думаю, все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин